Привет! Очень рада вас всех видеть. Сегодня я хочу вам рассказать про очень простую, все как я люблю, но очень красивую подушку. Вот такую. Эта подушка связана в технике шахматка из центра, очень простая, связана крючком. И простота ее заключается еще и в конструкции, потому что она сложна по принципу конверта. Посмотрите, вот сюда, вот так. Это съемная наволочка, здесь шов всего один, а вот эта крышка, она, если вы присмотритесь и вы дальше в видео увидите, здесь просто завязки. Завязки выполнены из шнура, чтобы эту наволочку легко было стирать, чтобы можно было подушку оттуда вынуть. Почему именно такой способ я выбираю? Потому что это способ для самых ленивых и при этом он красивый. Вы можете сделать просто эти завязки почаще, чтобы не было уж прям совсем таких просветов, или взять подушку, подходящую по тону к вашему вязаной наволочке. Но в любом случае, если вы не умеете шить, как я, и не любите, чтобы вам впивались в спину, например, пуговицы, то вариант с завязками, он просто идеальный. Но главное, что в этой подушке крутого, что нужно связать для нее всего один большой квадрат, а не два маленьких, и потом их сшивать. Всего один большой квадрат, всего один шов, вот здесь вот, из одной нити, и посмотрите, какая красота получается. Из-за того, что мы складываем подушку по принципу конверта, ее рисунок центральный квадратный, немножко поворачивается вокруг своей оси, и получается вот такой вот эффект, больше похожий на ромб. А если вы подберете грамотно цвета, то можно добиться оптического интересного эффекта, вот как здесь у меня. Повторю, техника вязания называется шахматка из центра. Сейчас дальше в этом видео я вам покажу, как я делала вот этот шов, как у меня получился вот такой вот квадрат, и потом уже такая подушка. А самой технике вы можете обучиться, если кликните на ссылку в описании к этому видео, там будет ссылка на видео, где я рассказываю, как, собственно, вязать вот эту шахматку из центра. Приятного вязания, надеюсь, что у вас все получится, буду ждать вашу реакцию в комментариях, и пусть будет побольше таких вот шахматных подушек. Итак, чтобы связать такую подушку, нам понадобится сама подушка, эту я покупила, по-моему, в Хофе, 40 на 40 сантиметров. Если вы умеете шить, вы можете сшить такую подушку сами, там внутри более-менее хороший наполнитель, который не сразу примнется. А еще нам понадобится связать шахматный квадрат. Я использую при вязании подушек технику сшивания квадрата по методу конверта. Сейчас я вам продемонстрирую, что я имею в виду. Я вяжу большого размера квадрат, один, дальше переворачиваю его на изнаночную сторону, беру подушку, кладу подушку вот так вот в центр моего квадрата, а углы складываю к центру подушки вот таким образом. И сверху последний угол. Соответственно, с изнаночной стороны я делаю швы, а с лицевой стороны мой рисунок немножко поворачивается, и получается, что в центре у меня уже не квадрат, а ромб. Мне очень нравится так вязать подушки, но особенно еще и потому, что мне достаточно связать один большой квадрат, а не два маленьких, а потом их сшивать. Сейчас вам подробнее расскажу здесь про швы. Итак, я складываю вот так вот, нижние сначала части, да, и делаю шов вот отсюда, к центру, и из центра потом к правому нижнему углу. Просто сшиваю обычными соединительными столбиками, захватывая одну петлю одной стороны, другую петлю другой стороны. Вот одной нитью так иду от одного к углу к другому. По поводу верхней крышкой. Здесь есть варианты. Я либо зашиваю ее абсолютно так же, но тогда налочка получается несъемная, это не всегда удобно. Поэтому здесь я тогда либо делаю петли, здесь перешиваю пуговицы, и таким образом получаются у меня такие закрывашки. Но пуговицы тоже, на мой взгляд, не очень идеальный вариант, потому что иногда их чувствуешь спиной. Когда, например, кладешь такую подушку под спину, если положил случайно изнаночной стороной к спине, то эти пуговицы будут чувствоваться. Поэтому я для себя выбрал такой вариант. Я беру какой-нибудь шнурок или ту же пряжу, и делаю из нее завязки. То есть я просто складываю, например, ту же пряжу в несколько сложений, протягиваю в двух местах через петли, и завязываю бантиком. Получаются такие завязки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Получается некрасиво, не очень заметно, не очень ощутимо спиной, а главное, что налочка получается съемной. Теперь давайте рассмотрим поподробнее сам квадрат. Во-первых, я его как раз сейчас вам снимаю до ВТО, чтобы вы видели, какой он немножко волнится, а главное, что он немного повернут вокруг своей оси. Происходит это потому, что я вяжу квадраты, все, неважно, шахматный или не шахматный, соединяя в углу. То есть не на середине стороны, а в углу. Вот вы можете увидеть. Сейчас я найду, где у меня шов. Вот у меня шов. То есть вот у меня соединение происходит в углу. Вот здесь. Мне так нравится больше, но из-за этого, в том числе, у меня, видите, квадрат начинает поворачиваться немного вокруг своей оси. Это довольно легко выправляется ВТО, отпариванием. То есть сейчас я отпарю паром и... Отпарю паром. В общем, сейчас я отпарю, и на самом деле полотно у меня вернется к своим нормальным параметрам. Но главное, что при вязании чехла для подушки это совсем не критично. То есть я могла бы и не отпаривать, просто хотела вам показать, чтобы вы не пугались, если у вас получится точно так же, если немножко вот этот оптический эффект получится. Можно и не отпаривать, а сразу сшивать. Для подушки это не критично. Все равно при сшивании у вас полотно повернется. Вот так вот, да, потому что вы эти углы завернете. И здесь этот оптический эффект будет сглажен. У вас все равно получится ромб по центру. Но если вам принципиально, не бойтесь, что у вас получилось что-то не то. Это все решится совершенно точно отпариванием. Сам квадрат связан в технике шахматки из центра. Описание мастер-класса по вязанию шахматки из центра вы найдете в описании к этому видео. В описании прям будет ссылка, где вы научитесь именно вязать саму шахматку из центра. Это самое простое, что только может быть. Можно вязать и квадрат, и прямоугольник. В видео, которое вы там найдете, вы как раз научитесь и прямоугольник, и квадрат вязать. Цвета располагаете так, как вам хочется. Конечно, шахматка предполагает смену цвета. В этом ее основа, чтобы были видны вот эти вот разноцветные в шахматном порядке расположенные столбики. Но, как вы можете заметить по моему образцу, я использовала остатки пряжи, но все-таки подобрала гармоничное сочетание цветов. У меня здесь серый, молочный, горчичный, черный и немножко вот такого зеленоватого, который как раз сыграл роль центра. И очень хорошо, что я его использовала. Мне очень нравится, как все это легло. Если у вас много цветов, которые с трудом сочетаются друг с другом, вы можете сделать, как я это называю, ручной градиент, когда вы один и тот же цвет тянете на всем протяжении, а к нему попеременно добавляете то один, то другой. То есть, например, можно было бы молочный оставить на всем протяжении, а к нему добавлять то серый, то зеленый, то красный. Тогда бы получилось, что у вас цвета сменяются на одном молочном фоне, который бы сглаживал эту пестроту. Можно поступить и так. Можно делать двухцветную, естественно, шахматку. Можно и одноцветную, но не так сильно она будет видна. Я все-таки рекомендовала бы вам, если вы используете эту технику, взять как минимум два цвета, а то и больше. Так, вот наш квадрат после ВТО. Вот нормальный, ровный. Теперь его очень удобно сшивать. Хотя, повторю, это не обязательно. Когда мы будем его сейчас складывать, все его неровности и спиральные повороты нам будут совершенно не важны. Итак, я перевернула наизнанку, беру углы, складываю их вот так к центру. Вот, собственно, у нас форма конверта получилась. Теперь дело за малым. Нам нужно сшить нижнюю часть, потому что на верхней у меня будут завязки. Сшиваю я, как и говорила, очень просто. Я начну вот с этого угла. Я буду сшивать той же нитью. К сожалению, она черного цвета, поэтому петли будут видны не очень хорошо. Но я буду сшивать обычными столбиками, соединительными, поэтому, я думаю, здесь проблема у вас не возникнет. Я сшиваю самым простым образом. Чтобы углы не уезжали, можно здесь закрепить там ниткой, например, да, чтобы вам было удобно сшивать. Значит, что я делаю? Начиная вот с нижнего угла, я ввожу крючок за одну петлю одной стороны, за другую петлю другой стороны, протягиваю нить, еще раз рабочую протягиваю через петлю, хвостик этот я сразу ввожу внутрь, я потом его там заправлю. Дальше я просто складываю две стороны и ввожу крючок попеременно в одну петлю в одной стороны, другую петлю другой стороны, и провязываю соединительную петлю. И снова. Одна петля на одной, вторая на другой, провязываю соединительную. Чтобы вы точно связали ровно, ну, в смысле, чтобы стороны не поехали, я рекомендую все же там в углу вот здесь вот закрепить, просто чтобы вы четко видели, что у вас, чтобы не оказалось, что в конце одна сторона уже закончилась, уже в ней нет петель, а в другой еще есть. Вот. Вот такой вот шов. Можно сделать его нитью контрастного цвета, будет красиво. То есть будут эти линии выделяться, будет подчеркивать вот эту вот нашу конвертную структуру. Вот так мы идем по всей длине. То есть вот так получается. То есть мы доходим до сюда и спускаемся даже дальше в нижний угол. Вот я сделала шов вот здесь. Теперь осталось сделать завязки. Напомню, что вы можете зашить эту крышку тоже или сделать пуговицы или кнопки, но я предпочитаю завязки. Для этого я взяла хлопковый шнур черного цвета, подходящий мне. Можно опять же было взять контрастный. Складываю шнурок пополам. Дальше выбираю место на стороне, протягиваю петлю и протягиваю два кончика шнура через эту же петлю. Затягиваю. Вот я прикрепила первый шнурок. Точно так же я поступаю с остальными. Я прикрепляю их с одной стороны, чтобы потом было удобно завязывать. Теперь с этой стороны и еще один. Так, вот у нас по два прикреплено и один по центру. Готово. Теперь можно вкладывать подушку. Подушка внутри, теперь можно уже завязывать. Давайте сначала разберемся с уголком. Через уголок протягиваем одну из завязок и здесь делаем бантик. Первый готов. Точно так же протягиваем одну завязку здесь. Делаем бантик. Можно сделать эти завязки чаще. Если вас беспокоит, что будут видны, будет видна подушка. Так. Теперь здесь. Мне кажется, это очень изящно, особенно если подушка под цвет наволочки, то вообще не видно ничего будет. Но даже вот у меня не под цвет наволочки. еще один. Можно было бы еще на углах сделать завязки, чтобы уж совсем было прям все до конца сделано. Вот так вот получается. Вот это откидная будет крышка. из-за того, что она у меня контрастного цвета. Я бы может быть здесь еще бы сделала. Вот так вот защипила и все. В целом все отлично. Вот это изнаночная сторона подушки. Это ее лицевая сторона. Посмотрите, как здорово повернулся рисунок. Мне вот именно поэтому нравится делать именно такие наволочки по принципу конверта, потому что обычный классический квадрат, которым он у нас был, поворачивается вокруг своей оси и получаются очень интересные линии вот эти ромбовые. А сам эффект шахматки дает нам вот эти расходящиеся центры линии. Получается красиво, изящно, а главное очень просто. Справится любой. Приятного вязания и буду рада видеть ваши подушки, выполненные в технике шахматки из центра.